Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Вот буквально у нас в полчаса предыдущие была театральная программа «Без антракта». Говорили вот о театре. И продолжим разговор об искусстве, о тех событиях уже в мире классической музыки, которые нас ожидают в ближайшее время. Директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова в нашей студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Что, что, я понимаю, что совсем скоро начнется, уже откроется фестиваль Винтерфест. Какие гости, какие события, какие концерты нас ожидают? Ну, уже послезавтра у нас первый концерт. В субботу мы открываем уже 22-й международный музыкальный зимний фестиваль Винтерфест. И открываем его, кстати, не совсем классической музыкой, потому что по традиции мы стараемся и открытие, и закрытие делать в альтернативных жанрах. В данном случае это джаз, но джаз тоже связанный немножко с академической музыкой, потому что музыканты, которые будут его представлять, работают как раз на стыке жанров. И фантастический пианист Давид Газаров, долгие годы живущий в Германии, третий раз уже к нам приезжает. Он приезжал довольно давно, он был у нас на юбилее фонда, когда фонду было 10 лет, значит, это было 12 лет назад. А потом он приезжал, когда я устраивала в Юрмале шопеновский марафон. То есть это был десятый год, получается, тоже уже 8 сезонов назад. И вот Давид Газаров сейчас приезжает со своим трио, трио Давида Газарова, это фортепиано, ударный и контрабас, и они будут играть и джазовые стандарты, и будут исполнять музыку, основанную на классических образцах. То есть берутся за основу баховские сочинения, именно этим Давид прославился, и делаются на них аранжировки. Это очень интересно, потому что первым музыкантом, который стал использовать баха как основу для джазовых импровизаций, был Жак Лусье, гениальный музыкант, которого я также дважды приглашала в Ригу. И в свое время это было просто подобно взрыву бомбы, вот приезд Жака Лусье, это живая легенда. И мы были счастливы, что смогли его пригласить. Так вот, в 2011 году произошел такой случай, Жак Лусье заболел, и срочно надо было заменить, поскольку концерт был продан, и нельзя было его отменять, и пригласили Давида Газарова. И это был тот случай как раз, когда человек на следующее утро проснулся знаменитым. То есть он и до этого был известный, но после того, как он влился в этот поток и в том же ключе, но совершенно, естественно, по-своему, потому что каждый джазовый музыкант – это целая вселенная идей, и без этого джаз нормальный, настоящий, существовать не может. Со своими идеями он покорил немецкую публику, ему устроили стоячую овацию, и после этого началась его звездная карьера. И вот эту часть программы, которую он называет «Бахология», мы услышим как раз в субботу. Очень-очень интересно, и я счастлива, что нам удалось его пригласить. Мы с ним перезваниваемся, то он во Франции, то он в Испании, то он по большим германским городам. В общем, застать мне его дома невозможно. Он все время играет. Кстати, в прошлом году состоялся его концерт на замечательном новом зале в Эльпской филармонии в Гамбурге. Сейчас это такой центр притяжения музыкального для всей Европы. И вот у него там тоже был концерт. И вот в субботу мы его ждем с этой изумительной программой в 7 часов в Большой гильдии. Поторопитесь, пожалуйста, потому что билеты подходят к концу. Учитывая, какое у нас сейчас пасмурное, такое кислое время, и вообще ноябрь всегда такой тяжелый месяц для настроения, то мы всегда стараемся именно в ноябре дать что-то, что людям позволит радоваться, даст дополнительную энергию, добавит положительных эмоций, то, что сегодня называют позитивом. Вот все это вы услышите на вечере открытия 22-го фестиваля Winterfest. И еще хочу сказать, поскольку у нас фестиваль в этом году просто звездный, масса концертов, около 15, только в Риге за 3 месяца, мы по традиции разыгрываем комплекты билетов на каждый концерт в лотерею на этом же концерте после перерыва. Прямо получается в одном концерте. То есть люди заполняют определенным образом карточки, и эти карточки потом участвуют в розыгрыше. И второе деление начинается с того, что мы берем какого-нибудь ребенка или подростка, то есть человека из зала, абсолютно не завербованного, который вытаскивает, и я говорю, вот через неделю у нас будет такой-то концерт, разыгрываем пригласительный. И он вытаскивает и говорит, седьмой ряд, 18 место. Или там фамилия такая-то, потому что по-разному мы эти лотереи устраиваем. Людям это страшно нравится, они потом бегут на эти концерты, естественно, всем приятно получить подарок. Ну а поскольку мы в преддверии Нового года, ну как же без подарков? О следующих концертах фестиваля Winterfest, я думаю, я буду рассказывать еще неоднократно на вашем радио. И я очень благодарна и радио Болткому, и Микс-ФМ за поддержку моих проектов. И очень рада, что всегда вы так откликаетесь. Я понимаю, что я говорю с людьми, которые понимают, о чем идет речь в наших концертах. Но я хочу сказать, что буквально на следующий день после открытия Winterfest у нас второй концерт новой филармонии. Это немножко для другой публики, это для всей семьи. И, кстати, я только что упомянула Гамбург, говоря об эльпской филармонии. Именно в Гамбург я приглашаю всех в музыкальное путешествие. Оно будет, скажем так, музыкально-архитектурное и немножко историческое. То есть это такая уже традиция путешествия по городам музыкальная и в этот раз будет в Гамбург. У нас с огромным успехом прошел Париж, просто с невероятным аншлагом. Нам даже пришлось сделать дополнительный концерт, он состоится днем 19 ноября. Там же в библиотеке в час дня, если кто не успел прийти на Париж раньше, приглашаем сейчас. А вот в это воскресенье 10 в 12 в национальной библиотеке путешествие в город Гамбург. И, как я написала в анонсе, в Гамбурге сейчас есть магнит, который привлекает меломанов со всего мира. Этот магнит, конечно, эльпская филармония, невероятное здание, невероятный комплекс концертных залов и культурных пространств. И наши многие музыканты там уже играли, знаменитые. В том числе, например, недавно состоялся там дебют Георгия Осокина вместе с оркестром Кромерата Балтика. И наша органистка Инна Саапкална много раз там играла. В общем, есть чем гордиться и есть о чем рассказывать. Но, возвращаясь к открытию фестиваля, скажу, что я очень рада, что это Давид Газаров. Он, кстати, был очень приятно удивлен, когда я ему написала, потому что несколько лет мы как-то меньше общались. Очень большое предложение и у него, и у меня. У него предложение концертировать, у меня предложение разных концертов. И я подумала, что надо мне его в новом качестве, именно в качестве трио, обязательно показать рижской публике. И очень интересно, что когда-то он сюда приехал в маленький джазовый клубик, кафе. Я об этом не знала. И мне рассказали потом, Инна, тебе обязательно надо пригласить. Совершенно феноменальный пианист с потрясающими музыкальными идеями и невероятный виртуоз. При этом очень обаятельная личность. Вот тогда я впервые о нем услышала. А буквально пару дней назад знаменитая легендарная журналистка латвийского радио Татьяна Зандерсон на Фейсбуке как раз написала о том, как она была на том первом концерте Давида Газарова. Это было лет 15 назад. И как приятно, что он возвращается. Поэтому мы всех на этот концерт приглашаем. А всего, я понимаю, Винтерфест как фестиваль, большое количество концертов, которые немножко растянуты во времени. Ну, у нас так всегда. У нас, что касается наших фестивалей, у каждого из них своя концепция. И фестиваль Винтерфест я придумала в 98-м году. И тогда это казалось таким же безумием и такой же авантюрой, как и создание музыкального агентства. Потому что в то время, сейчас даже это трудно себе вообразить, но в то время на Рождество все сидели по домам, и никакие особенные концерты не происходили. А я прямо сделала тогда концерт 23-го, 25-го. Причем 25-го я сделала в опере в билетажном зале камерный концерт. Мне говорили, ты сумасшедшая, кто к тебе придет? Ну, прошел год, прошло два, прошло пять, и вдруг я смотрю, появляется еще один зимний фестиваль. Так забавно. Ну, хорошие идеи, они же не в каждой голове рождаются. А пользоваться, в общем-то, может каждый. Но, с другой стороны, чем больше хороших концертов, тем лучше. Главное, чтобы они были хорошими. И вот идея нашего зимнего фестиваля – это зимние месяцы и зимние праздники. То есть мы начинаем в ноябре, иногда в этот день идет снег, иногда дождь, иногда цветы распускаются, наш климат располагает ко всему, чему угодно. Но, тем не менее, чем ближе к Рождеству, тем прохладнее на душе и тем больше желание каких-то новых художественных впечатлений. И мы предлагаем, как всегда по традиции, ночную молитву в Церкви Святого Иоанна. В этот раз 20 декабря. Билеты почти все уже проданы. Мы предлагаем концерт Эггела Силенша, тоже в Церкви Святого Иоанна, буквально перед Рождеством. По традиции благотворительный проект «Симфония игрушек», который в этом году состоится 16 декабря в Большой Гильдии. Начинаем следующий 20-й год. Мы концертом традиционным православных певчих в Домском. Их концерт состоится 9 числа в четверг, начало концерта в 8, обратите внимание на позднее время. И много других концертов в разных залах и в Большой Гильдии, в Малой. Я должна сказать, что у нас удивительно звездным получился этот фестиваль. У нас будет потрясающий американский струнный квартет играть 18 января в Малой Гильдии. Они называются Fine Arts, прекрасное искусство. У нас будет лауреат последнего конкурса Чайковского, просто взорвавший интернет и взорвавший московскую публику. Это Мао Фуджито, фантастический музыкант, совершенно юный мальчик с абсолютно потрясающим звуком. Непонятно, как он такие звуки извлекает из рояля. И, как его назвали, солнечный мальчик. От него исходит вот свет. Свет нельзя описать словами, это надо почувствовать, придя на концерт. И я очень рада, что в Риге оказалось так много знатоков и, видимо, людей, следивших за конкурсом Чайковского. Потому что, как только мы этот концерт поставили на сайт и в интернет, сразу люди стали интересоваться и покупать билеты. Концерт состоится 27 января во Дворце культуры ВФ. Это наш первый опыт будет в этом зале. Там очень хороший рояль, поэтому я выбрала этот зал, в общем-то, из-за инструмента. И должна напомнить нашим слушателям, что теперь у нас есть свой зал. Он называется Артиссимо, камерный зал, в котором проходит очень много событий. И вот сейчас ближайшее, должна сказать, что там проходят не только концерты, но и встречи с интересными людьми, и литературные вечера. И вот сейчас, ближайшее, 20-го числа, то есть уже через 12 дней, состоится встреча с писателем, пишущим по-русски и живущим в Германии, Марк Яковлев, презентация двух его книг, содержание книг связано с Бродским, с Иосифом Бродским. Первая книга – это «Судьба трех женщин», связанных с Бродским, с его жизнью. А вторая очень остроумная книжка – это «Путешествие Миссисипи», ну, у Бродского был кот, которого звали Миссисипи. И вот как бы путешествие по городам вместе с Миссисипи – это тема этой книги. Обе книги изданы в издательстве АСТ в Москве, и первая уже разошлась, она была издана в 2017 году, а вторая только что издана в 2019. И вот об обеих этих книжках будет вестись рассказ, будет презентация книг, будут размышления о Бродском. Сам вечер называется «Бродский барышников. Звенья одной цепи», поскольку центральное место в первой книге занимает эссе о спектакле «Бродский барышников». Да, и надо сказать, что Марк Яковлев приезжает сейчас в Ригу по личному приглашению Альвиса Херманиса именно на премьеру. Нового спектакля. Нового спектакля, да, потому что Альвису очень понравилась рецензия, и он разыскал автора, и с ним подружился, и вот пригласил его сейчас на премьеру. И мне кажется, это будет очень интересно, кроме того, что это будет презентация книг, беседы, встречи. А их можно будет приобрести. Их можно будет купить, да. Распространитель «Озон» привезет нам эти книги в наш зал, и их можно будет по очень приятной цене приобрести, и не просто приобрести, а приобрести с автографом, естественно. Кроме того, что это будет презентация книг, продажа книг, рассказ, это будет еще и демонстрация небольшого фильма об одной из женщин в жизни Бродского. Мне кажется, это будет очень интересно. А если учесть, что мы всех наших гостей еще не просто привечаем, а еще и угощаем и чаем, и кофе, и вином, и вкусными сластями, то я думаю, что это будет очень-очень приятный вечер, проведенный вместе с живым автором и его произведениями. Это уже 20-го числа, во вторник. Билеты совсем недорогие, они стоят всего 10 евро, и билеты можно приобрести в сети Billish Service или у нас на сайте заказать. Это все возможно. Собственно, как и на все остальные события нашей концертной жизни. И напомню, что в зале Артиссима вслед за литературным вечером состоятся три музыкальных. 23 ноября у нас в гостях фортепианный дуэт Роксана Тарвид и Каспар Бомбиш. Это блистательный фортепианный дуэт, которые вот куда они не поедут на конкурс, везде привозят призовое место. Только что они стали лауреатом конкурса Брамса в Австрии, и в программе будет изумительная фантазия Шуберта. Четыре руки исполняющиеся. Будет очень такая эффектная, виртуозная, салонная сюита мошковского для четырех рук. В общем, роскошная такая, яркая. А, и Рахманинов. Вот, они будут играть еще Рахманинова на четырехручное сочинение. Я думаю, что это будет изумительный вечер, и дуэтов в фортепианах у нас мало в стране. И эти молодые, яркие, кстати, они будут у меня сейчас и в концерте, посвященном Гамбургу, играть. Там они будут играть венгерские танцы Брамса. В общем, у нас, конечно, очень яркая программа. Ну, а, к сожалению, у нас уже просто время закончилось. Мы, наверное, здесь подвесим интригу. И все подробности вы можете узнать на сайте хбф.лв. Ну, Германа Брауна фонда. Германа Брауна, Германа Брауна фонда по-латышски. Ждем вас на наших концертах.